Не знал, что есть такая наука, изучение истории торговли. Но страшно обрадовался, когда выяснил, что такая наука и есть. Вот тут говорили о том, что вот как хорошо нам пришло, так сказать, западного дыхания Запада. И мы делаем... У нас что не город, то сити, что не торговая точка, то маркет или мини, или макси. Так вот, я должен вам сказать, что многие вещи, которые сегодня кажутся, что не пришли с Запада, многие вещи, которые для нас сегодня совершенно естественны, и мы только думаем, что это было всегда, это пришли из Белоруссии. И вот, я не знаю, среди вас, по-моему, никого архитекторов, кроме меня нет, да? Вот, я хочу сказать, что огромную роль в развитии торговли в 60-е, 70-е годы это было отведено проектировщиком белорусским. Ну, очень многие вещи, которые сегодня, вроде бы даже говорить об этом... Ну, что такое механизация? Все знают, что таскать на горбу нельзя. Когда я начинал работать, было только такое. И первые предложения из механизации, разработаны были механизмы, которые делали, которые потом... Этот опыт был принят всем Советским Союзом. Универсальные продовольственные магазины, они не с Запада пришли. Когда мы начинали работать, я получил большой тык от министра торговли СССР за то, что я пропагандировал строительство отдельно стоящих магазинов-универсамов. Кто-то все помнит, наверное, 5-процентное финансирование от жилья. Как же так? Вы же нам всю торговлю посадите. Значит, за что же будут строить? И вот после первых... Ну, в Советском Союзе они были не первые, они были там где-то вторые или третьи. Потому что был один универсам в Москве построен и один в Сочи. Два универсама было построено у нас. И после этого эта система стала распространяться по всей республике. И изменила градостроительную систему республики. Потому что вот это вот микрорайонное строительство с выделением отдельных... Это все наше белорусское. И мне хотелось бы, чтобы вот этот период наши историки изучили, чтобы было ясно о том, что очень многие вещи... Я могу много перечислять, они пришли из Белоруссии. А если вдруг, вот как уже было сказано, заинтересуются историки и общественным питанием, они узнают, что самые передовые идеи по питанию на производстве, школах, которые получили огромное распространение в Советском Союзе, это тоже пришли из Белоруссии. К сожалению, после переворота все это рухнуло. Поэтому я огромным энтузиазмом приветствую участников этого интересного собрания. И желаю активнейшей и интересной работы. Спасибо.